Мы вернемся к еще одной резонансной теме, проекту Стена, о которой сегодня начали говорить. Разговоров о масштабном строительстве масса, но до сих пор непонятно, что же все-таки это будет. Ну, кто-то говорит, Великая Китайская Стена между двумя соседними странами. Масштабная, но по сути бесполезная. Кто-то рассказывает о высокотехнологичном проекте, ну, аналоги Стены Израильской, к примеру. В интернете об этом проекте уже подшучивают, мол, авторы насмотрели знаменитого сериала «Игра престолов», где все тоже на стену только и надеялись. Есть и свежая статистика, почти половина украинцев поддерживают идею закрыть границы с Россией. И почти столько же против. Политики тоже разделились. Итак, наш главный вопрос. Нужна ли стена на границе с Россией? Отгораживаться или нет? Не получится ли так, что стоит много, а толку мало? Спросим об этом. Прямо сейчас у представителей ведущих полетел. Правила просты. Все в равных условиях. У каждого чуть более полутора минут на ответ. И есть еще полминуты, чтобы поспорить или прокомментировать мнение других участников. И главный вопрос ко всем. Нужна ли она стена на границе с Россией? Стена в политическом и в прямом смысле слова. Начнем. Юлия Тимошенко, Батьковщина. Юлия Владимировна, Ваша ответственность. Ну, в первую очередь, я хочу четко сказать, что все добрые дела, все правильные законы, которые будет вносить уряд президенту парламенту, наша политическая сила будет поддерживать. Все, что нужно для защиты Украины, правильного защиты, все будет поддерживать. Но то, что касается Стены, я не хотела бы, чтобы сегодня вы использовали такой жестокий пиар на крови, на втратах, на войне. Я могу твердо сказать, что все фаховцы, с которыми я общалась, считают строительство Стены просто абсурдом. Потому что у нас не средневекище. Если и будут идти на Украину российские войска, они будут идти не с сокирами, и палецами, и не с луками. И на самом деле, то, что мы видим сегодня, как проект Стены в интернете, это даже не стена, а ров. И поэтому ни один військовый, ни один профессиональный эксперт не может понимать, как этот ров может вберегать страну от градей, лета, от танков. Если, маячи таку в лапках защитную стену, пида ворог на нас, то у него даже несколько секунд не нужно будет втратить, чтобы долать эту стену. И поэтому я считаю, что эта стена – это больше большой, сильный пиар на выборах, это большие деньги. И очень важно, чтобы эта стена не стала стеной плача за отмытыми и втраченными бюджетными ресурсами. И, безумовно, эта стена даст ноль результату. Краине нужен настоящий защит. А это означает, что нам нужно правильно вести дипломатичные переговоры с позиции силы с Российской Федерацией. Нам нужно многократно усиливать нашу оборону, а для этого нужно решительно, сильно и четко действовать. И, безумовно, нам нужно начать интегрироваться в коллективную систему безопасности и обороны, потому что это настоящий стратегический довгостроковый защит Украины от российской агрессии. Вы первая, вы не слышали еще других участников, вам ничего комментировать, я вам додам еще 30 секунд. Я правильно вас почувствовал, что вы считаете, что это пиар, и после выборов таким чином уже про эту стену говорить не будут? Когда нет возможности четко, решительно и эффективно действовать, придумаются такие проекты, которые в истории мира не дали никакого позитивного результата. У нас есть опыт, вернее, у мира есть опыт, существование Китайской стены, линии Мажино, линии Маннергейма. Никто из них не работал против воинской агрессии. Они были або уничтожены, або их обошли. Резницы нет. И поэтому я чувствую, что проект Стена связан с выборчей кампании. И очень надеюсь, что хотя бы после выборов такие гучные проекты закончатся. И побоюсь того, что после выборов Стена уже может выполнять не пиар-функцию, а функцию списания бюджетных ресурсов. Валерий Харшковский, сильная Украина. Данный проект Стена, который был анонсирован правительством, на самом деле является продолжением популистских и предвыборных проектов, которые мы видели уже много в последнее время и носят исключительно предвыборный характер. Могу сказать, что какую задачу, если задать вопрос, какую задачу правительство хотело решить? Если они хотели решить вопрос, связанный с снижением прозрачности границ, то зачем в то же время это же правительство инициировало и приняло закон, специальный закон о отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, юридически, фактически закрепив огромные территории, огромные районы, полностью неподконтрольные украинской стороне. Если планировалось создать реальное инженерное сооружение, то на самом деле любой специалист вам скажет, что это просто абсурд, просто ерунда и чистая пародия. Поэтому никакого результата достигнуто быть не может. Кроме того, в то время, когда то же правительство убирает, снижает надбавки учителям, врачам и к того без того мизерным заработным платам, а также фактически лишает пенсионеров шансов на выживание, с учетом предстоящих грядущих повышения тарифов, то я хочу сказать, что можно было найти и более разумное применение этим 66 миллионам евро, которое планируется выделить на построение так называемой стены. В результате мы не достигаем цели, но создаем другие проблемы. Что предлагаете вы? Как контролировать в таком случае границу с Россией? Как быть? Здесь необходимо комплексное решение. Армейское, инженерное. В общем-то здесь необходим совет, Совет национальной безопасности и обороны для принятия решения, что мы делаем. На нас напомнят более 2000 километров протяжения границ с Российской Федерацией. И если ставится задача комплексной демаркации, комплексной охранной границы, то это совершенно другая профессиональная задача. И решается она другим способом. Спасибо. Время. Антолий Гриценко, гражданская позиция. Антолий Стиманович, ну вы бывший министр обороны, вы тоже присоединитесь с коллегами, вы тоже критикуете этот проект? Гражданская позиция в данном случае бы поддержала бы за усилия уряда и президента по укреплению нашего кордона. Стена – это образно. Там не будет какой-то бетонной стены. Идется про то, что должна быть линия контроля и в разе небезпеки – линия защиту. Почему? Заверных умов – это линия контроля и линия защиту не только Украины, а фактически стримование небезпеки для всей Европы. И мы тут должны рассчитывать, я сподіваюсь, на поддержку с боку зарубежных партнеров. Это должно быть видеофиксация, включая систему нічного видения, с возможностью инженерных споруд и нарушение сил там, где есть небезпечные направления. Профессионалы знают, как это нужно сделать. Но одна ключевая умова, про которую сейчас нужно голосовать, и гражданская позиция обратит на это внимание. Это должно быть линия контроля и в разе потребности защиту государственного кордона Украины. Не то, что сейчас строят какие-то там размежевательные зоны вокруг этой территории Донбасса, которую фактически сдали сейчас Путину и террористам под контроль. За никаких условий. Лише линия государственного кордона. И, ясно речь, надо подумать, это не должна быть какая-то спонтанная, швидкая реакция, и швиденько начали вкладывать деньги. Антолий Тепанович, а как это обеспечить, например, на межи между Донеччиной и Россией? Наша позиция полягает в том, что мир, спокойствие, как мы все хотим, а наступит лишь тогда, когда российские войска, або шляхом дипломатических усилий, або в поединении с военными средствами, покинуть территорию Украины. И мы отновим контроль. До того, никакого мира не будет. Это просто будет поддаром Путину. И еще я хотел бы прокомментировать одну вещь. Мы наполягаем гражданской позиции на том, чтобы через два дни, буквально 14 числа, парламент принимал, и проекты решения готовы уже, скасовать позаблоковый статус. Первый, открыть возможность для развития нашей армии и ее сместления за стандартами НАТО. Второй, открыть шлях для вступления в эту организацию безумноречный завтра, не петрозавтра, но в перспективе. Это должно быть наше суверенное решение, которое не ограничивает Путин и вся его политика. Дякую. Юрий Гримчак, блок Петра Порошенко. Пане Юрій, как Вы желаете? Я бы хотел сказать и застерегти своих коллег от достаточно примитивного понимания проекта «Стена». Бо він – это не строительство 10-метровой стены на кордоне с Россией. Это укрепление кордоней. Это строительство фортикационных средств на небезопасных направлениях. Это информационная стена с приводу тех провокаций, которые идут с боку Российской Федерации. Проект «Стена» имеет в том числе и социальную, и экономическую складовую. Потому что на сегодняшний день в этих прикордонных территориях, особенно там, где были воинские действия, мы имеем большую количество безработных, которые сегодня нужно каким-то образом влаштовать. То есть это комплексная программа, которая должна создать, знаете, вот такую стены между Россией и Украиной. Потому что никуда Российская Федерация из наших кордонов – ну, ближче. Пане Юрій, я вас правильно почувствую, вы образно говорите про этот проект. Або вы вважаете, что эта стена имеет сенс с точки зрения войсковой, в первую очередь, с точки зрения защиту? Это сенс, она имеет этот проект с всех сторон. Саме потому, что тут есть и воинская складовая, потому что там есть перезброянная армия, там есть укрепление прикордонных частей, обеспечения охраны кордона уже, если рассматривать не только как кордон Украины, а как и кордон европейского співтовариста. Дякую, час. А Руслан Кошелинский, «Свобода». Пане Руслане, ну, тут разделились думки. Ви за чи проти? Кого вы поддержите, коллег? Мы запизднуемся постоянно с решениями, которые есть до потребности. Еще когда Бисмарк сказал, что не просто генерали выиграют войну. В войну выиграют вчители в школе и священники в церкви. Если мы сравниваем количество украинских школ в Чернигской, Сумской области, по кордонных областях и Донецкой области, то мы побачим, что Луганской, мы побачим, насколько больше украинских школ. Там, где есть украинская школа, там, где есть украинская церква, там нема русского мира, там нема сепаратизма, там нема російських войск. Отже, вы побачили, что сделали, прежде всего, российские войска и сепаратисти, которые заходили на нашу территорию. Они захопили телевежи, ретрансляторы, они навязывали свой информационный кордон. Прежде всего, мы говорим про информационный кордон, про пропагандистский кордон. Сегодня идет, скажем, полномасштабная война. Чи в таком состоянии есть до потреби какие-то локальные моменты выделять деньги, в частности, более 65 миллионов евро, на проекты, которые не дают своёчасно, сегодняшний застароги? Может, есть сенс Кабинету Министров эти деньги перенаправить? На закупивлю танков, булату украинского. Зокрема, на эту сумму мы могли бы закупить близко 100 украинских танков. Пане Росланте, это пиар или помилка? Это несвоёчасность, которая привела к тому, что сегодня Кабинет Министров может на этом заграти. Это нужно было делать полномасштабной войны. Танк Российской Федерации сеткой и рабочей или небольшим ровом не остановишь. Треба было уже тогда полностью забирать визовый режим с Россией, разрывать дипломатические отношения с Россией, полностью перекрывать как информационный кордон, так и, скажем, государственный кордон, географический. Спасибо. Олег Лешко, радикальная партия. Я думаю, что десяткам миллионов евро можно найти лучшее пристосование. Сегодня наши войска, которые стоят на Схидном фронте, у них нет элементарного. Нет теплоодягу, нет буржуев, нет генераторов, чтобы зарядить телефоны или лампочку запалить. Нет на чем спать, нет палаток. Сегодня, когда у нас есть пауза, мы должны использовать ее для разместления армии, потому что вы можете построить хоть 100-метровую стену в высоту. А когда слабкая армия, когда слабкая держава, слабкая экономика, то никакая стена не поможет. Чому говорят, принять это решение, как вы вважаете? Я думаю, что элементарно. Передвиборчий пиар раз, отмивание костей два, запудрювание миски три и так далее. Если у нас есть зайвые гроши, их надо спрямовать на те, по-перше, чтобы убить врага. Потому что сегодня, когда нам рассказывают, что нужно строить стены в Чернигівске или в Сумской области по кордону с Россией, то я хочу напомнить, что у нас 500 км кордону на Луганщине и Донечине с Россией не контролированный. Мы ледя не половину Донбасса втратили. Сегодня главное завдание – это убить врага из нашей родной земли. И кордон строить, и защищать кордон международный, а не буферную зону посереду Донбасса проводить, визнаючи таким чином так званые кордони Новороссии. Ну и, наконец, и остальное. Когда я слышу разговоры о НАТО, что мы хотим от коллег, мы хотим от НАТО, мы хотим от НАТО. Да правильно, что НАТО – это единый сегодня блок, который можно коллективную систему безопасности защитить. Но у меня вопрос, почему не сделали это раньше? В 2005 году, когда были министрами обороны, когда были президентами, когда были премьер-министрами, почему тогда не сделали? Я считаю, что это катастрофическая ошибка по заблоку и статусу Украины. Есть еще одно мнение. Нестор Шуфрич, оппозиционный блок. Как вы считаете? Вы знаете, я внимательно слушал своих коллег по парламенту и коллег в политике. Такое ощущение, что они прочитали наше заявление, которое было сделано более недели назад, как только было принято и доведено до общественности решение о строительстве так называемой стены. Мы тогда четко заявили, что это пиар, к сожалению, не дешевый. И своим коллегам, и Лешко, и Кашулинскому, и Хорошковскому хотелось бы сказать, не надо говорить про 65 миллионов евро, а давайте говорить про миллиард гривен, которые хотят потратить из нашего народного государственного бюджета на эти цели. И, конечно же, это недопустимо. Эта стена не имеет никакого смысла ни военного, ни какого-то человеческого. Безусловно, это пиар и это точно отмывка денег, причем относительно немалых. И на сегодняшний день власть должна быть очень ответственна в каждом своем заявлении. Стоит вопрос, а что делать с Донецкой и Луганской областями? Мы что, их уже сдаем? Мы уже от них отказались? Позиция оппозиционного блока – мир в Украине в рамках границ 1991 года. А вот эти призывы отказаться от внеблокового статуса – это провокация дальнейшей экскалации конфликта и противостояния. Другого пути, кроме как отказа от этой идиотской идеи нет. А если кто-то и хочет провести какие-то реформы, как говорил господин Гримчак, то они стоят миллиарды и уже не гривен. Нестор, если вы уже говорите про провокации, то провокация была, задайте, когда вы півроку как дурные шарики бежали в Верховной Раде, НАТО нет. Вот если бы вы тогда не блокировали півроку Верховной Раде, если бы вы не скакали как дурные с этими шариками, Украина давно была бы уже в НАТО и никто бы не смог бы напасти на нашу страну. И, кстати, вы загадали за Хорошковского. Серед нас у студии, возможно, глядачи забули, Хорошковский – генерал армії. Я питаю этого генерала армії, он хоть раз на фронте был, он хоть пацанам тим что-то допомог, он приехал из Монако, где на морях, на океанах сидел, и сегодня генерал армії нам лекции читает, как надо страну защищать. Кстати, используясь нагодой, я обратюсь к президенту Порошенко с пропозиции избавить звания генерала армії Хорошковского, который не имеет на это никакого морального права. Валерий Иванович, вы готовы ответить? Конечно, готов. Знаете, есть у древних такое выражение, прежде чем спорить, давайте договоримся о понятиях. Просто когда у господина Лешка нет ни понятия, ни понятий вообще, о чем-либо спорить абсолютно бесполезно. У тебя понятия, Хорошковский, у тебя понятия, а ты три роки сидел за кордоном, когда банда Януковича знищивала страну. Да, я не знаю, что много, а правда. Хорошковский, давай, рассказывай, что ты знаешь, но дай ответ на вопрос, ты генерал армії. Ты хоть раз был на Схидном фронте. Дай ответ на вопрос. Вы уже слышали, я дякую вам, мы вас уже слышали. Не был? Дозвольте все ж таки мне. Стена – это проект не построения бетонной стенки на кордоне, а это в три изменения работающие заводы. Это, которые выпускают бронетехнику, ремонтуют бронетехнику, делают летаки. Президент был у нас на Схидном кордоне, в том числе проверял, как строятся фортики в сине споруды. И тому, повертаючи, я хотел бы сказать, что влада должна быть ответственной, а оппозиция должна быть профессиональной. Вот как раз оппозиция сегодня является профессиональной. Да вы не профессионали, вы у нас такие самые радикалы, только меньше причеты. Я не забываю вас, вы представник влады, будьте, пожалуйста, чемным. Как раз оппозиция, как раз оппозиция очень ответственна. И мы вас полгода назад предупредили, подготовьтесь, подготовьтесь к зиме. Сегодня вам не хватает 2 миллиона тонн рублей. Так мы про зиму чи про зиму, пане Абрич, не переводите тему. И последнее, если хотите, чтобы люди были задеяны, и особенно переселенцы, не стены дурную надо строить, а дороги. Доброе, я всем дякую, нам было интересно почути. И ваши думки, и то, как они разделились, ну и то, как вы спілкувалися между собой. Доброе утро.